Девочки, всем привет! Меня зовут Света и вы находитесь на моем канале. Сегодня решила снять такой спонтанный отчет номер один по совместному проекту Весенний переполох, который организовала Наташа Хомякова. Не собиралась снимать этот отчет, но так получилось, что немножечко такой ляп у меня получился с этой вязкой и не могла вам его не показать, потому что сама даже не понимаю, как это все у меня получилось. В общем, как я говорила, я вяжу такой интересный джемпер. На данный момент он не кажется таким интересным. В готовом виде он будет уже, на мой взгляд, интересен. И вот я вяжу этот джемпер. И теперь, значит, я уже полностью связала тело. То есть и перед, и зад оба полотнища связала. И теперь у меня, в общем, так как я вяжу его без шов, видите, без шов. Просто у меня изнаночная петля, которая символизирует боковой шов. И то есть вот здесь у меня будут швы на плечах. Вот так вот связаны. Маркер остался от игры 3х3. И, в общем, вот я соединю на плечах. И у меня вот здесь будет пройма. И теперь, чтобы у меня не было такое тяжелое вязание, как бы в руках, да, я решила рукава связать отдельно. И к тому же на рукавах у меня внизу будет тоже декоративный элемент. Никак он у меня не получался, если я начинала вязать рукава снизу. Поэтому я начала вязать их вот с этой части, то есть с проймы. И буду вязать сверху вниз. Ну, и я, соответственно, посчитала вот это вот количество петель, которые у меня на пройме. Ну, как я счетчиком рядов воспользовалась. Я посчитала количество петель. У меня здесь 69 рядов. И здесь, соответственно, тоже так же 69 рядов. И теперь, чтобы набрать на рукава, я, в общем, ну, по идее, получается так. В общем, я набрала 135 петель. Как бы там 3 петли еще остаются. Думаю, на шов уйдет, на плечевой, туда-сюда. В общем, набрала 135 петель. Вот у меня. Вот отсюда я набрала сверху. И пошла вязать вниз, убавляя в каждом шестом ряду по одной петле с обоих сторон. Я, в общем, провязала уже такое достаточное количество с уверенностью в том, что вот это количество петель соответствует моей пройме. Ну, по счету, да. И почему-то так вот приложила к своей руке. И мне показался рукав довольно широкий. Думаю, ничего себе. Что-то он такой уж прям широкий получается. И решила просто его вставить в пройму и примерить. И что же у меня получилось? В общем, я взяла свою пройму и разложила вот таким вот образом. Взяла теперь свой рукав. Начало моего рукава. И смотрите, вот я складываю два края. Вот они. Прикладываю. То есть, видите, все прям очень хорошо. И вот. Вот насколько у меня лишнего. Короче, я набрала. Я думаю, это мне совсем не нужно. Я не хочу, чтобы он получился вот здесь вот в сборочку. Эта модель не предусматривает таких декоративных элементов. Он должен быть прямой и ровный и четкий. В общем, что делать? Много уже связано. Сидела, думала, думала. И решила, так как у меня уже моточек заканчивался, с другого края моточка я набрала снова. И здесь у меня на спицах я как бы вот посчитала, сколько у меня лишнего. Отняла и набрала 112 петель. И сейчас вот вместе с вами я приложу и посмотрю, что у меня будет, чтобы потом мне опять не попасть в какую-то такую ситуацию. Ну вот, девочки, вот видите, все четко получается. Короче, придется мне теперь весь этот рукав вязать снова. Но для бешеной собаки 7 верст не крюк. Поэтому буду вязать снова. И это отдалило меня от финиша. Ровно вот на такое количество рядов и на такое количество времени. В общем, вот такие продвижения по моему джемперу. Ничего, я это все быстренько оселю. В принципе, это не проблема. Проблема для меня это только в том, что я же вяжу балаклавы, девочки. Очень много заказов на балаклавы. Многие хотят. Очередь стоит наперед. И теперь моя племянница, которая занимается тем, что служит посредником между мною и заказчиком, будучи в положении, заболела ковидом. Сегодня у нее показал положительный результат. И она уехала в больницу. Я за нее очень переживаю. Но думаю, что у нас немножечко замедлится работа над балаклавами. И я довяжу все-таки. В общем, вот что касается этого процесса. Сейчас перейдем к другому процессу. Ну вот, девочки, мой второй процесс. Положу так, чтобы полностью было видно мои продвижения. Для меня довольно заметные, ощутимые продвижения. И мне этот процесс очень нравится. Я с удовольствием с ним работаю. Несмотря на то, что ниточка тонкая, он у меня как-то движется быстро. Не ощущаю вот этой трудности какой-то, что у меня очень длинное полотно. Я вяжу без швов. Вот видите, какая длина. Ну, тут примерно 110 сантиметров. То есть у меня будет вот такой вот... Ну, это я наизнанку складываю так. Вот такой вот кардиган. Вот. А показываю вам вот так вот. И, в общем, рисунок мне очень нравится. Это то, что я хотела. Я не хотела, чтобы были торчащие там какие-то шишечки. Я хотела именно вот такие вот листики. И листики получились, что надо. При начале вязания, когда я только перешла на узор, я долго сомневалась, в какой периодичности делать мне эти листочки. То есть какое расстояние и какая высота вот это вот будет веточки. И, в общем, как-то все так. Я же говорю, когда вяжу с удовольствием, все получается как-то незаметно. Между этими вот дорожками у меня 7 петель изнаночных. И вот здесь вот между листочками у меня 20 рядов получается. То есть, если вот судить, что я делаю один ряд на этой стороне, один ряд на этой, то получается вот здесь вот 10 рядов. И получилось прям так, как нужно. Мне это все нравится. Вяжу полой резинкой планочку. Так, это у меня левая планочка получается. Это правая. И сразу же вывязываю петельки. Вот я уже сделала 3 петли. Такие небольшие петельки, потому что пуговки тоже буду небольшие. Ну и все мне пока что нравится. Буду вязать до проймы. А дальше то есть рукав у меня будет тоже такой не обтягивающий. Тоже свободненький. И весь этот кардиган тоже будет наподобие оверсайз. Хотя пройму буду вывязывать классическую. Скорее всего, пока что в сомнениях. Не хочу делать реглан, потому что что-то у меня немало уже моделей получается с регланом. Но я вяжу в основном их с реглан сверху. Но сверху, снизу, для тех, кто не понимает, для них разницы нет. Реглан да реглан. Поэтому хочу сделать что-нибудь такое другое, скажем так. И это будет, наверное, все-таки классическая пройма. Но не такая, которая будет четко на плече сидеть. А такая, которая будет немножечко-немножечко как бы спускаться с плеча. В общем, будет создаваться ощущение, что этот кардиган на меня на парочку размеров велик. Как я хочу вот этого эффекта добиться. И вот такие продвижения у меня по этому кардигану, который мне очень нравится. И который я вяжу с удовольствием. И сейчас покажу, наконец, тоже один из моих любимых процессов. Из рассказовской пряжи. Который не так легко оказалось вязать, как я думала. Ой, девочки, я не знаю, понятно ли будет сейчас что-нибудь здесь. Потому что у меня тут только-только перешла на... В общем, сделала подрезы и перешла на вывязывание тела. В общем, ну понятно, да? Это будет кардиган. Простой, классический кардиган регланом сверху. Вот перешла я на вывязывание тела. Отделила на рукава сюда. Отдела, в общем, на старенькие спицы. Не стала на ниточки снимать. И теперь у меня здесь предполагается в объеме по груди 55-56 сантиметров. Ну, самое-самое такое для меня будет. Сделала длину реглана 25 сантиметров. Это такой оптимальный размер для меня. Я думаю, будет неплохо. И потом уже вот я сейчас у меня пока просто все скручивается. Все, конечно же, не поглаженное, не постиранное. Пряжа колючая и сухая. Ну, понятно, да? Все девочки, кто вяжет эти моменты, понимают. И что хочу сказать о том, что, как я выразила, связание оказалось не таким приятным, как я думала. Но, девочки, пряжа, шерсть, да, она колючая. Учитывая еще то, что она в пропитке, она слегка попахивает обработкой. Не то керосином, не то чем-то. Запах шерсти-то я переношу легко. И к тому же при вязке она, как я сказала, сухая. И петельки ложатся неровно. И меня вот несколько раз в течение всей этой вязки смущало. Мне казалось, ой, какие петельки неровные. Может заново перевязать. Может на другие спицы перейти. Кстати, я вяжу спицами 3,25. В общем, много-много сомнений у меня было. Но я решила и мне поддаваться, и вязать все равно то, как у меня идет. Будь что будет. Кстати, как на экране, да, классно выглядит эта пряжа. На самом деле она такой более мягкой расцветки. А здесь вот очень четко видны на экране вот эти вот крапинки, что ли. Вот эта смотрится прям меланжевая. На самом деле она не такая меланжевая, как выглядит на экране. Но мне она безумно нравится. Я так надеюсь еще, что после стирки, после обработки, я ее хочу в горячей воде замочить. Я думаю, она раскроется, будет более пушистая. Но ангора, она по идее должна быть пушистая. И все будет чудесно. В общем, вот такие вот у меня продвижения. Тоже думаю, немало. Тот раз я показывала вам самое-самое начало. Сейчас вот, видите, уже я перешла на тело. Но тут буквально парочку рядов. Так, ну да, два ряда. Тут вот связано мною. Я очень люблю вязание реглана сверху тот момент, когда мы переходим на тело и начинаем его вязать. Тут как бы уже объем вязания поменьше. Все вяжется быстрее. И мне это очень нравится. И не очень люблю вязать рукава. Для меня рукава это вот какая-то повинность. И я вяжу этот рукав и думаю, сколько еще долго, еще долго, еще. Но что делать? Вязать надо. Я думаю, что результат будет достоин наших испытаний при вязании какой-то определенной вещи. Но в данном случае вот этого вот кардигана. Все еще сомневаюсь в том, хватит мне пряжи или нет. Вот от первой таблеточки у меня осталось, ну, наверное, половинка. Так что я думаю, что хватит. Еще рукава у меня. Хочу сделать карманы. Если не будет хватать, что-нибудь буду мудрить с карманами и с планочкой. Надеюсь, уложусь в это все. А вот в пряже, кстати говоря, да, вот в таблеточке, пасмочке, да, она более мягче кажется, чем в изделии. В изделии она прям на данный момент очень колючая, жестковатая. Ну и, конечно, буду уже делиться с вами впечатлениями, когда буду заканчивать. Но многие девочки уже навязали. Из рассказовской пряжи очень много чего. А я первый раз вяжу плечевое изделие из этой пряжи. И очень-очень надеюсь, что я не разочаруюсь в этом. Потому что я купила ее немало по сравнению с другими объемами моей пряжи. И не хочу, чтобы она потом просто бесцельно у меня валялась куда-то. Кстати, я говорила в своих видео, что у меня есть еще рассказовская пряжа синего цвета. Так вот, из нее я точно не буду вязать плечевое изделие, потому что она очень жесткая. Но образец из нее я, кстати, и стирала. И после стирки он не потерял своей вот этой колючести. Поэтому одну таблеточку я буду отдавать своей двоюродной сестре на носочки. Я же уже ее обрадовала этой вестью. И купила ей еще спицы носочные и крючок. Она хочет вязать платочки, как у меня. Платки, точнее, не платочки, а шали платки. И хочет с носками тоже попробовать. И я как бы, чтобы подтолкнуть ее к этому делу, купила ей еще и спицы и крючки. Так что ее тоже ждет работа. Ну вот, девочки, все, что хотела вам показать в этом видео. Всем хочу пожелать успехов. Пожелать легких петелек, прекрасных изделий. Всего самого наилучшего. До следующих встреч. Всем пока.